Здравствуйте, меня зовут Анна Зубарева, это программа «Ревизор». Сегодня мы расскажем, как поживает водопроводная труба, что была проведена одной предприимчивой управляющей компанией Сыктывкара прямо через квартиру жилого дома. Также выясним, что делать, если налог вы оплатили, чек у вас на руках, а Федеральная налоговая служба продолжает считать, что у вас есть задолженность и вдобавок берет пение. Напомним вам историю, о которой рассказывали месяц назад. В одном из сыктывкарских домов еще летом прорвало водопроводную трубу. Тогда управляющая компания протянула новую прямо через квартиру первого этажа. Эту трубу они должны были везти сюда и провезти к колодцу туда. А они сделали непрофессионально. И вот они как сделали, через комнату. И мы его так держим, чтобы не упал. Здесь у меня сын живет, он сторожит трубу. И вот эта форточка. Форточку закрываем подушкой. Ситуация за последний месяц немного изменилась. Труба поменяла свое месторасположение. Несколько программ назад мы уже освещали эту проблему. В управляющей компании нам говорили, что работников просто нет. Однако нашлись. Из форточки труба уже не торчит, а лежит на земле. Однако по нормативам труба должна быть под землей, а не на ней. Грозит такой эксперимент тем, что вода в мороз замерзнет. И жители останутся без необходимого водоснабжения. Бежит труба. Морозы уже скоро наступают. Вода еле-еле идет. На второй этаж труя маленькая идет. Не поднимается. А деньги берут у нас очень хорошие за все. Жил вес. А свое дело они не делают. А страдает кто? Жильцы страдают за все это. Обещали и обещано там, как говорится, его сыны не там. Ничего не хотят делать. И платить мы не будем ни за воду, ни за чего. Пускай подают в суд. Мы тоже подадим. Так жить нельзя. Жители Ветхова дома рассказывают, после выхода в эфир нашей передачи проведать трубу приезжало сразу несколько инспекционных групп. В их числе был и городской ВД-канал. Но, как нам объяснили, появлялись они здесь лишь для того, чтобы написать протокол о том, каким образом установлена труба и как осуществляется водоснабжение. Никаких других работ ВД-канал не производил. Потому как для активных действий нужно, чтобы управляющая компания Жил Вест сама связалась с ними и наняла службу для выполнения определенных услуг. Но злополучная управляющая компания не звонила. Как и прежде, проблемы своих домов она решать не спешит. Три месяца почти мы обращались в управляющую компанию. Полный игнор, полный игнор. Никак не реагируют на это. И письменно, и так, и на личный прием ходили к Елене Валерьевне. Никак не реагируют. Одни обещания. Понедельник, вторник, понедельник, вторник. Но забыла она сказать, какого месяца и года. Мы связались по телефону с директором этой управляющей компании. Встречаться с нами она не захотела. И объяснять, откуда такое безразличие к людям и своим должностным обязанностям тоже. Но пообещала, что ситуацию на Орджоникидзе исправят уже на этой неделе. Остается ждать и верить в наличие совести у директора управляющей компании. И желание надзорных органов повлиять на судьбу несчастной полипропиленовой трубы. Которая то из форточки торчит, то на земле лежит. К сожалению, никому не нужная. В группе программы «Ревизор ВКонтакте» наша телезрительница оставила запись с просьбой разобраться в ее непростой ситуации. Летом она зарегистрировалась на портале Госуслуг и обнаружила, что у нее есть неоплаченный налог на землю, за который набегают пени. С каждым месяцем задолженность становится все больше. Поскольку Мария живет в селе Нивширо-Краткировского района, пообщаемся мы с ней по телефону. Алло, Мария, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в двух словах, почему вы решили к нам обратиться? Я плачу налоги вовремя. Недавно зарегистрировалась на портале Госуслуг и ужаснулась. У меня копится теня за оплаченный уже налог. А что конкретно пишут на сайте? Как бы этот налог не оплачен. И когда я зарегистрировалась, теня была 12 с лишним рублей, а сейчас посмотрела, теня уже 19 с лишним рублей. Женщина решила обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы по Сыктывкару, что находится по адресу Пушкина 5. На Пушкина 5 мне сказали, что это не по адресу. А вам адрес правильный подсказали? А в Сыктывкаре вам как-то объяснили, почему так произошло? Может быть, платеж не прошел или ошибка какая-то? Ничего не объяснили. Просто я, как законопослушный человек, налогово платила вовремя, а из-за их ошибок я должна ездить в город, еще в Ильгарск, разбираться, тратить еще деньги. Тысяча рублей на дорогу уходят. И потом еще там за целый день нужно и питаться. Чтобы разобраться в том, чья же это ошибка, мы для начала обратились за комментарием в Центр информационных технологий. Сам единый портал, он прежде всего отражает информацию о наличии уже существующей задолженности у пользователей. И вся информация, которая в рамках данной услуги представляется заявителем, она транслируется из базы данных налоговой службы. В случае, если налоговая в своей базе данных имеет эту задолженность, она ее отображает на портале. С отображением информации никакой технической ошибки быть не может. Пользователю предоставлена возможность ознакомиться с наличием задолженности и в случае его согласия ее оплатить тут же на портале. Если возникают какие-либо трудности на официальном портале госуслуг, необходимо воспользоваться телефоном технической поддержки сервиса или обратиться со своим вопросом на электронную почту. Оператор единого портала обязательно проконсультирует. Однако куда же делся платеж нашей телезрительнице, который она совершила на почте, все еще неизвестно. Но выход не платить дважды есть. Если этой суммы, которую она уплачивала на почте, нет в личном кабинете, она может также через личный кабинет сформировать обращение электронное в налоговую инспекцию, приложить сканированный образ квитанции на уплату. И налоговые органы в течение 20 дней обязаны будут разобраться, найти этот платеж и зачислить бюджет. Причем зачисление это пойдет по дате, когда на самом деле она уплатила, то есть той датой. И, соответственно, если действительно суммы налога уплачены, то пенеас торнируется. Нельзя исключать в этой ситуации человеческий фактор. Никто не застрахован от ошибок. В управлении Федеральной налоговой службы по республике Коми нас заверили, что такие ситуации всегда разрешаются. Деньги доходят до нужной инстанции. Не стоит волноваться и тем, кто оплатил налог в нынешнем году, а информации об этом в личном кабинете на портале до сих пор отсутствует. Отражение оплаты в личном кабинете – это многостадийный процесс. Там задействованы не только налоговые органы, но и кредитные организации, и органы федерального казначейства. Поэтому существует временной интервал в пределах 10 дней, когда отобразятся суммы, оплаченные в личном кабинете. Кстати, личным кабинетом налогоплательщика теперь может пользоваться любой, кто зарегистрирован на едином портале Госуслуг. Пользователи портала Госуслуг и, прежде всего, пользователи с типом учетной записи подтвержденные, имеют возможность также воспользоваться новым информационным сервисом личный кабинет налогоплательщика от Федеральной налоговой службы. Пользователям предоставлена возможность войти в сам личный кабинет, ознакомиться с текущими начислениями, а также ознакомиться с задолженностями, в случае, если они имеются, и при их желании они тут же могут в электронной форме их оплатить. Портал Госуслуг также предоставляет платежную компоненту, с помощью которой можно совершить платеж по уплате налогов и задолженностей без комиссии. Все необходимые документы в автоматическом режиме формируются в личном кабинете налогоплательщика, проставляются все нужные реквизиты и пользователь переадресовывается в личный кабинет на портале Госуслуг. Мы напоминаем, что оплатить налоги на имущество следует до 1 декабря 2017 года, если вы не хотите платить набежавшие за просрочку проценты. Заодно рекомендуем зарегистрироваться на официальном портале Госуслуг и проверить, нет ли у вас задолженностей, сюрпризов. В нашу редакцию пришел вопрос от жителей республики Коми. Подскажите, что делать, если организация утеряла мои документы и теперь я не могу восстановить северную надбавку к пенсии, хотя я был в командировке на Крайнем Севере, на Ямале. Для ответа на него я передаю слово юристу. В случае, если гражданин считает, что ему положена надбавка к пенсии за командировку в район Крайнего Севера, он имеет право обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии с соответствующим заявлением и документами. К таким документам могут относиться справка от работодателя со ссылкой на приказы о командировках, командировочные удостоверения. Также это могут быть надлежащие заверенные копии выписок из приказов, копии приказов о командировке или копии командировочных удостоверений. В случае, если приказы не сохранились или утеряны, работодатель имеет право дать справку со ссылкой на другие документы. Эти документы также должны быть приложены к заявлению в Пенсионный фонд. Если организация ликвидирована, то можно попробовать сделать запрос в Национальный архив Республики Коми. Возможно, при ликвидации все документы сдавались туда. При отказе Пенсионным фондом в установлении вам надбавки к пенсии за командировку в район Крайнего Севера, вы имеете право обратиться в суд с заявлением об обжаловании этого отказа. Но необходимо помнить, что в судебном порядке вы должны доказать те обстоятельства, на которые ссылаетесь. И предоставить документы, хотя бы один документ, который подтверждает вашу командировку в район Крайнего Севера, либо совокупность доказательств, на основании которых суд будет решать, положено вам это надбавкой или нет. Также необходимо помнить в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона о трудовых пенсиях Российской Федерации, что характер работы не подтверждается показаниями свидетелей. Напоминаем вам, что мы ждем ваши вопросы ВКонтакте в группе «Ревизор» и по телефону 46 90 49. На сегодня все. Следующий выпуск смотрите с Еленой Шумиловой в ближайший вторник. В этот вторник мы представим результаты инспекции по Книжпогодскому району и расскажем, как на самом деле муниципалитет подготовился к отопительному сезону 2017-2018 года. А также заглянем на объекты, которые попали в инвестиционный проект по модернизации и реконструкции тепловых систем. Не пропустите эфир. С вами была Анна Зубарева. Всего вам доброго.